В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! Государственная дума седьмого созыва закончила на этой неделе свою работу. Пять лет интересы Ненецкого округа в ней представлял депутат Сергей Коткин. Время подвести итоги. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Здравствуйте, Оля! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сергей Николаевич, я знаю, что на прошлой неделе спикер Государственной думы Вячеслав Володин вручил вам благодарность. Мы вас от всей души поздравляем! Спасибо! Спасибо, Иоле! Спасибо, уважаемые зрители! Почему? Потому что всегда приятно получать такую награду с рук председателя Государственной думы. Но я сразу скажу, что это, безусловно, работа не только Коткина, это всех уровней власти. И губернатора, и председателя собрания, и всех уровней представительных органов власти. То есть я расцениваю это только так, и никак иначе по-другому быть не может. Сергей Николаевич, вы в Государственной думе отработали пять лет, это был ваш первый созыв. Какие, в целом, впечатления от работы в Государственной думе? Ну, я вам скажу, что я получил, наверное, огромный жизненный опыт работы за пять лет на федеральном уровне. И это было, на самом деле, очень непросто. Я не ожидал, что вот все время, практически все пять лет, вот такое напряжение в работе, которое требует, ну, прежде всего, конечно, компетенции. Компетенции, знаний, знаний практически во многих, по многих отраслях. Это и финансы, и экономика, и психология, и, прежде всего, на первом уровне, это и юриспруденция. То есть огромный жизненный опыт, которого я давно так не получал. То есть очень серьезно. А есть какая-то статистика, потому что сделала палата этого созыва? Значит, ну, конечно, она, в общем, выступил Вячеслав Викторович с итогом, и на встрече с итогом пленарном заседании, и на встрече с президентом, потому что президент Российской Федерации нами тоже встретился. Встреча была в Кремле, в Георгийском зале. Общие цифры были, безусловно, названы. Но, если говорить в целом, по работе пяти лет, я думаю, что нам только по одному пленарному заседанию не хватит ни 30 минут, ни двух часов, чтобы обсудить то, что мы нарабатывали. Над чем работали. А в целом, если сказать по каким-то общим-общим цифрам, то они, наверное, таковы. Внесено за пять лет 5500 проектов федеральных законов. Из них 4485 законов в этой Думе принято. Причем мы еще разгребали завалы, не то слово завалы, те долги, которые были оставлены предыдущими созывами десятилетиями, которые нарабатывались, 2020 законопроектов не было рассмотрено на 2016 год. Мы их всех рассмотрели. Была создана специальная комиссия, рабочая группа. Из 2020 мы не рассмотрели, осталось не рассмотренных только 26. И мы их не отклоняли. Те законы, которые нашими коллегами предыдущим были внесены, очень предметно, внимательно по каждому проекту закона мы рассмотрели. Что-то принято, что-то не принято из тех долгов. В целом, что, на мой взгляд, важно, это законы прямого действия. Законы прямого действия, процент из всех принятых законных нормативных актов и законов, это 67%. Если брать еще 2015 год, условно говоря, 2016, начало работы в Госдуме, то это было порядка 35%. Законы прямого действия, это когда нет подзаконных актов. Когда федеральный закон принимается, а потом мы ждем подзаконных актов от правительства, от региональных властей, и, по сути дела, тот закон, который принят, он, по сути дела, не работает. Все эти ожидания идут в принятии подзаконных нормативных актов. Здесь же законы принимались, основная часть они прямого действия, как институция Российской Федерации. Вот это, на мой взгляд, очень важно, и об этом все время просил нас президент, что именно такие законы, они не простые, но они сложнее всегда по жизни принимаются, но, тем не менее, вот таков процент по этому законодательству. В целом, в Государственную Думу обратилось более миллиона жителей Российской Федерации с обращениями ко мне в течение пяти лет более двух тысяч. Я имею в виду и Ненецкий автономный ок, и в целом по Российской Федерации, потому что здесь много обращений, но еще больше обращений идет в целом по Российской Федерации к депутатам, которые, безусловно, нужно отрабатывать. То есть годы еще эти были непросты в том плане, что это бесконечные санкции со стороны наших друзей в кавычках, это пандемия, это бесконечные кризисы. И вот в этой ситуации, по сути дела, я бы, наверное, сказал, особенно в условиях пандемии, такой прифронтовой, когда практически с колес, когда были определенные планы, намечены всегда работать проще, но когда такая беда случается, это все приходится перерабатывать, все это по новой, все рассматривали законопроекты. В итоге, по пандемии мы приняли больше 30 нормативно-правовых актов, федеральное законодательство, которое позволило практически, вот по той ситуации, я думаю, еще отдельно поговорим, выйти нам достаточно достойно, если по мировым оценкам оценивать. То есть вот общий такой итог. Я думаю, что приняты законы, которые десятилетиями в Российской Федерации не принимались. Причем принимались те законы, которые именно просили, требовали даже от нас, именно наши избиратели, вот жители Ненецка, автономного округа, я думаю, что мы тоже отдельно обсудим их инициативы, которые они... Я каждый месяц здесь в округе, практически на региональной неделе, между первым и вторым чтением в тот или иной федеральный закон мы всегда вносили поправки, поправки те, которые предлагали жители округа. Не факт, что они у нас пройдут на федеральном уровне, но по крайней мере все поправки, которые предлагали жители округа в тот или иной федеральный закон, о котором я уже назвал их количество, понятно, что некоторые законы не требовали обсуждения, Но в основном были законодательства для таких законов, которые необходимо было обсуждать с экспертами, с ведущими специалистами. По ряду из них я тоже могу вам назвать конкретные предложения, инициативы жителей округа, которые вошли в это федеральное законодательство. Вот это наиболее сложно. И когда ты все планируешь, когда все спланировано на год, на два, на три вперед, и когда выпадают такие, по сути дела, экстремальные жизненные ситуации, все это приходится по новой. Это очень непросто. На самом деле, и спасибо Вячеславу Викторовичу Володину, кстати, что он очень достойно, достойно, достойно вел всю работу в Государственной Думе. Она вообще была изменена. Коллеги, которые говорили, вот при прошлых созывах, такого никогда не было в Государственной Думе. Во-первых, у нас очень жесткое посещение. Я сам докладывал инициативу с окружного собрания, когда был здесь председателем собрания, и в округе работал, и видел, сколько в зале сидит депутатов, как они бегают, кнопки нажимают за других депутатов. Этого вообще нет нынче. Все настолько строго, жестко, с конкретными отчетами, за каждый месяц отчеты, что сделано, как отработано. То есть, у него такая специфика, и это абсолютно верно. Он сам уходит с работы в 3 часа, в 4 утра, а в 8-9 уже опять на работе. Поэтому, ну и требует такого же отношения и депутатов. Так что, вот, если коротко, то так. Сергей Николаевич, а какие основные законы были приняты в этом созыве? Вот что приходит, в первую очередь, на ум? Ну, вот я обозначил, что мы приняли ряд законов, которые, вот, тот же закон о любительском борьболовстве. Он, по-моему, лежал на полках в Государственной Думе с 2011 года. И у нас вот такая была неопределенность. Почему он лежал на полках и не принялся? Потому что очень непростой. Для того, чтобы принять этот закон о любительском борьболовстве в целом в Российской Федерации, это очень непросто. У нас здесь жители требуют ловить красную рыбу, чтобы им разрешили ловить. А в других регионах, причем митинги достаточно более, чем многочисленные, требуют отменить этого. Что это варварство, что это вот такое. И как это все свести в один закон федеральный, чтобы были удовлетворены жители средней полосы, Кавказа, Дальнего Востока, Севера. Для них же ловить сетями рыбу, любительское рыболовство, это для них абсолютно непонятно. Я летел сюда с замом Росрыболовства совершенно недавно. И мне он прямую задает вопрос, и самолетик Сергей Николаевич, вы говорите, поясните мне, что за любительское такое рыболовство, ловить сетями рыбу. А вы, значит, просите, чтобы нам сетями на севере рыбу ловить разрешили. И разрешили, и добились. Вот этот закон. Теперь, волонтеры. Такого вообще закона не было. Наша молодежь, которой мы неоднократно с вами говорили в условиях пандемии, когда лекарства, они затоваривались, закупали, приносили больным людям вот это лекарство. Просто молодцы ребята, наша молодежь. Мы это все узаконили. У нас есть федеральный закон о волонтерах. По палеонтологической помощи. Очень непростой закон – это помощь смертельно больным. Те, у которых онкология уже на последней стадии. Ну, не только онкология. Ведь раньше я помню, как отец у меня умирал в НИСИ. Насколько это болезненно. Это смотреть же невозможно нормальному человеку на боль и прочее. Хотя он фронтовик всю войну прошел и боли, ой, ой, какие испытывал. А тут видишь человека, как ему помочь, не знаешь. Сейчас в законе все расписали. И наркотические препараты, и не только. Все обязаны теперь по закону, чтобы человек ушел в иной мир, ему было не стыдно, не больно и не страшно. Очень непростой. Он такой морально тяжелый закон. Нас могут упрекнуть, ну что вы, да, умирает. А это на самом деле не просто. Это жизнь, которая требует принятия таких законов. И нам люди благодарны, в принципе, конечно же, потому что это сейчас все уже урегулировано. По обманутым дольщикам. Для округа немного поступает таких запросов, когда люди вкладываются в деньги, их обманывают, кидают, по-русски говоря, да, и они ничего не получают, теряют все. Продают последнее жилье, чтобы купить квартиру. Сейчас мы приняли на федеральном уровне закон, провели множество парламентских слушаний. В том числе и в государственном. Здесь я встречался с экспертами, жителями округа. Почему я говорю, что немного? Потому что здесь, ну, один, два, три человека всего попало по округу. Ну, по крайней мере, ко мне обратились эти люди. А по российской федерации это тысячи людей. Сейчас федеральный закон это все урегулировал. Сейчас государство намечает возвращать деньги людям, которые они потеряли. И это, конечно, поддержка. А он не принимался закон, потому что он очень непростой, на самом деле, и требует существенных, очень существенных вложений и средств. Народное бюджетирование. Мы включили наших избирателей, жителей в формирование бюджета. Сейчас он формируется в бюджет парламентское. Слушания проводят, предложения. Вот Николай Леонтьевич Канев всегда выступает со своими предложениями. Что волнует людей, что беспокоит. Они дают свои предложения, какую площадку построить, где что, как облагородить, какие территории. Это все тоже расписано в этом законе о народном бюджете. С тем, чтобы жители нашего округа и России были включены в процесс формирования бюджета. Чтобы они участвовали в этом процессе. Другой вопрос, насколько активно это получается. Но я думаю, это процесс такого будущего. Чтобы люди участвовали сами, видели, как тратятся деньги, на что они тратят. Чтобы они понимали, понимали, как идет расходование бюджета, начиная с федерального уровня, с Государственной Думы, до муниципального образования, до самого низшего звена. Чтобы они это все видели. Потерю медицины мы закон приняли. Когда в населенных пунктах возможность есть на расстоянии. С учетом, к сожалению, не очень хорошей интернет-связи. Тем не менее, по больному всегда ведущие специалисты могут проконсультировать окружная больница с селами, а окружная наша больница уже с федеральным центром. Вот эти вещи все мы урегулировали непосредственно в федеральном законе. По защите животных. Очень сложный закон. Столько было обсуждений, столько было негатива. Я был на станции, пришел здесь, посмотрел, в каких условиях те животные живут, которых бросили хозяева и прочее. Это очень непросто на самом деле. Они такие, те законы, которые до сердца, до души принимают. И безнятная реакция у людей такая же. И здесь мы сейчас вот эту законодательность все урегулировали. Но вопросы есть. Когда я был на нашей станции, здесь, по нашим, которые содержат животных, они подготовили, мы работаем, сейчас поправки вносим в это законодательность. К сожалению, в этой думе, ни в этом созыве не удалось все это провести. Но, тем не менее, это нужно сделать, чтобы защитить и наших животных. И такое агрессивное поведение. Не столько со стороны животных, я уже говорю, со стороны человека. Мы запретили все эти притравочные станции, когда выкалывают глаза у животных, у собаки. У медведя, вернее. Обрезают ему клыки, отрубают. И натравливают его собаку. Тренируют, как собака будет по нему работать, по медведю. Ну, это нормальный человек. Это как? Все это ему урегулировали, все это запретили. Хотя, еще раз повторюсь, что вопросы остались на самом деле. По МФЦ вот урегулировали. Смотрите, какой рост у нас по услугам МФЦ. Она востребована, эта услуга. Это удобно. Это не надо человеку ходить по инстанциям. Пришел в одно окно, все получил. Здесь тоже мы ведем работы и немалую совместно с регионами, с округом у нас. Потому что эта работа, она еще будет расширяться и дальше. Тут много моментов. Я могу эти законы перечислять не один десяток вот таких законов, на самом деле, которых очень важных, очень нужных, очень востребованных жителями и округа, и России. Которые еще нужны. Они еще сложны тем, что они вышли в жизнь, пошли. И начинаются проблемы. Тоже любительское рыболовство, условно говоря. А вот эти проблемы, роль депутата, который на федеральном уровне представляет округ, условно говоря. Вот то, что сейчас возникает и проблемы, значит, дорабатывать этот закон, вносить поправки, вносить изменения, добиваться, чтобы эти внесения в тот или иной закон были внесены. Поэтому вот это очень коротко я вам назвал. У нас просто не хватит времени на другие вопросы, которые мы планировали сегодня обсудить. А вот по законодательству, на мой взгляд, вот по основным законам это так. А что было сделано для Арктики? Арктика, на мой взгляд, получила второе дыхание. По, если вот оценку, на мой взгляд, на мой взгляд. Ведь у нас практически проводится раз в два года вот этот Арктический главный форум, Артур Николаевич, который проводит, он, как правило, там много экспертов приезжает, ведущие специалисты, причем мировые. Мне часто упрекали, что вот там, Сергей, что там выступаешь каждый раз на этих форумах, ничего ведь не решается. Решается. И все вот эти выступления, на первый взгляд кажется, что выступил на форуме эмоционально иногда. А потом видишь, когда проблема накапливается, вот эти вопросы идут с региона, как она потом выруливает, скажем так, да? Вот смотрите по Арктике. Указ президента об развитии Арктической зоны Российской Федерации до 1935 года. Очень неплохой указ. Затем разработана новая программа социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Очень неплохая программа. И там Ненецкий автономный укоключен по многим позициям, в том числе это строительство дороги на Ренмар-Усинск, это модернизация аэропорта Андорма, который уже ведется, и дорога, которая строится и очень активно. Это модернизация аэропорта на Ренмар, это в целом дороги по благоустройству дорог, это развитие бизнеса и крупного, и малого бизнеса, все это в программе, все это расписано, все это есть. Кроме того, у нас создан фонд по развитию родного языка. Я, ну, может быть, часто, не знаю, много-немного, встречаюсь с нашими представителями наших коренных, наверное, вот в Ясовеем, систематически, скажем так, встречаюсь с ними, они ставят вот эти вопросы, эти проблемы, создан фонд по изучению родных языков. К сожалению, у нас их где-то порядка 107 из 7, а только 13 программ и 5 учебников. Ну, куда-то годится. Поэтому сейчас вот это все создан фонд, есть финансирование, сейчас предоставлена возможность те, кто хочет, желает учить свой родной язык, который там с молоком матери у нее пришел, он может его изучать, и мы обязаны будем ему дать учебник и программу, по которой он может учить вот этот родной язык. Реестр коренных младчисленных народов. Очень многие годы он разрабатывался, тоже очень непростой, но тем не менее сегодня четко в законе мы урегулировали, кто имеет право быть, ну, причислен к коренным младчисленным народам. А отсюда идут льготы определенные, которые они получают. И причем это тоже он отрабатывается, он шлифуется, он дорабатывается, вот эти требования, которые к оформлению этого реестра коренных младчисленных народов. Но мы и понимаем, и сейчас буквально по Дальнему Востоку, по Арктике, арктический гектар по Дальнему Востоку, он, кстати, очень неплохо сработал. Если еще, допустим, 5-7 лет назад у нас по 40 тысяч выезжало, то сейчас с Дальнего Востока 10 тысяч. Сейчас арктический гектар переносят на арктическую зону Российской Федерации. И я сразу хочу сказать нашим представителям коренных народов, чтобы они не волновались и не беспокоились о том, что это будут забираться земли коренных народов, те, которые сельхоз назначения. Значит, вот здесь очень четко мы будем следить, отслеживать. Я задавал вопросы когда-то, на комитете обсуждали. Красной линией должна быть пройти защита земель коренных народов, чтобы они не отдавались эти гектары под предпринимательство, еще что-то. Это земля, на которой нам нужно развивать наше традиционное хозяйство. Здесь земли, речь идет о землях внутри поселковых, там, городов, там, это самое, но не идет о сельхоз назначении. Вот это как раз закон непрямого действия. Там будут подзаконные акты разрабатывать с правительством. Сейчас очень важно, кто будет в Государственной Думе, там будет Коткин, не Коткин будет, кто, но очень важно, чтобы вот эти подзаконные акты, которые будут приниматься, чтобы они не ущемляли прав коренных народов. Это очень важный момент. Это очень важный момент. И он, в принципе, я думаю, что все это реализуемо, тут никакого беспокойства. Мы планируем провести круглый стол, вот я сейчас прилетел с представителями коренных народов, обсуждать вот этот проект закона, очень предметы подробно, но, к сожалению, перенесли, видимо, ситуация опять осложнилась или что-то. Поэтому по Арктике, по Арктике, но тут мы понимаем еще, что не только, так сказать, развитие Арктики, что-то такое. Я думаю, что тут есть опасения, ведь у нас тут произошло такое сочетание и внутренние проблемы, внутренняя необходимость, внутренняя востребованность развития Арктики, и плюс еще наши друзья, опять в кавычках скажу, когда, значит, они, по сути дела, у нас американцы сейчас выжимаются с Арктики, выжимаются с Северного морского, просто у них нет ледокольного флота сегодня. Они поставили себе задачу в самые ближайшие годы создать мощнейший ледокольный флот, который у них нет, которым они не готовы сегодня, как Российская Федерация. А задачи у них такие стоят, по сути, сейчас президент отвечал буквально, где он был, по-моему, после, не знаю, на одной из встреч, а вопрос по Арктике обсуждался с Байденом тоже, и они очень сложные вопросы на самом деле, и он четко им ответил, что здесь мы не позволим этого, чтобы нам Северный морской путь, они, понятно, что хотят и Север их, и Сибирь их, и все их должно быть. Ничего подобного. Ничего подобного. И здесь, конечно, нам нужно развитие, еще и с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что мы организация, аэропортов, и оно перспективы, и строительство всех дорог, это все, конечно, все. И оптику волокно тянут с Мурманска на Камчатку. Тоже все это, я думаю, с тем, чтобы мы не уступили Арктику. Так что по Арктике, я думаю, все будет нормально. Другой вопрос, что сейчас надо, как будет финансирование поступать. Программы приняты, финансирование есть, оно не ошибка там, значительное. Надо эти деньги выбивать, что, в принципе, мы делаем совместно с органами исполнительной, законодательной власти округа. Сергей Николаевич, вы уже коснулись темы немножечко, вот поподробнее, как строилась работа в условиях пандемии? Вы знаете, многие парламенты прекратили свою работу в Европе. Просто закрыли двери и все. У нас, мы продолжали работу. Причем у нас из 450 депутатов 200 переболело. Четверо, по-моему, в мир иной ушли. И работу мы ни на час не прекращали. Почему? Потому что нужно было принимать решения те, которые ждут люди, которые ждут медицинские работники. Вы же помните, как все начиналось, когда у нас масок не хватало. Смотрите, какие недовольства были у людей, что масками не можем обеспечить. Мы не можем обеспечить людей лекарствами. Потом мы не можем обеспечить мест больниц и прочее. То есть это такое огромнейшее напряжение. На самом деле, это даже депутаты государственные думают, думают. А представьте себе, какое напряжение было у медицинских работников. Я уже говорил, я здесь посещал, заходил, в красной зоне не был, но в нашей больнице был, приходил к ним, я вижу, видел, как они работают, я видел, как они относятся к работе. Они сознание теряют на рабочем месте. Приходит сознание, опять к больному идет, опять к больному, они домой. Сутками домой не заходили врачи, сутками. Находились на рабочем месте, чтобы помочь вот нашим больным. Эта ситуация по государственной думе нужно было с колес принимать решение, чтобы удержать экономику. Потому что пандемия выбила у нас, ну, падение у нас было 4,5% максимум экономики. Сейчас мы где-то опять на уровень выходим уже 2-3 года назад, начинаем вставать опять на ноги. По европейским государствам это 8-9% экономика просела. То есть за счет чего-то удержали, за счет финансирования авиатранспорта, который практически не летал и не работал. Какой-то там туристический бизнес практически не работал. Об обслуживании, вот социальные вот эти все вопросы, помощь детям, многодетным семей, которые особенно, те, кто без работы остался. Вот это все государство, в принципе, взяло на себя вот эти все расходы. Мы, в принципе, на пандемию потратили 4,5 триллиона рублей за полтора года. Вдумайтесь, у нас бюджет Российской Федерации 20 триллионов, четверть бюджета у нас ушло на пандемию. Четверть бюджета. И это деньги поступали. Мы сейчас решение принимали, президент, когда с нами встречался, а с 1 июля у нас начинают вступать наши решения в силу, и люди получат поддержку. То, что с 6 до 18 лет дети, и там мамы-одиночки, получат деньги. То, что там женщины, там в трудной жизни, ситуации, на ранних сроках беременности, там будут получать деньги. Много чего ведь это сделано. Просто у нас нет времени все это рассказать, все это показать, но я думаю, может, я в каком-то, я не знаю, или буклет, или не буклет, попробую как-то это все, чтобы люди это видели и знали. На самом деле, насколько тяжело, прежде всего, нашим медицинским работникам пришлось выдержать. Бизнес у нас, сколько было тяжело. Вот эти вопросы тяжелейшие. И тем не менее, мы видим, как по вакцинации у нас идет. Когда врачи просто говорят, ну, Сергей Николай, мы просто не понимаем. Европа прививается, по 40% уже привиты, вакцины свои нету, просят, закупают. У нас 4 вакцины, 4 вакцины, не прививается, и не прививается. 10% по Российской Федерации. А сейчас молодежь пошла, сейчас агрессивный, это индийский штамп пошел. Молодые люди, здоровые ребята, за часы уходят, за часы. Ему дают микрофон в больнице, вот вы противник прививки, вы почему? Это мое мнение личное, говорить не может, а это мое мнение, я останусь при нем. Сейчас речь идет уже о безопасности государства, на самом деле. Ребята молодые уходят, по 400 человек в сутки, село среднее уходит. В сутки село у нас умирает в России. Только потому, что мы не вакцинируемся. Только потому, не знаю почему, потому что все это раскручивается, понятно, с нашим друзьям выгодно, чтобы у нас вот так все было, да, чтобы наша вакцина никуда не годится. Она лучшая в мире, на самом деле. Лучшая в мире вакцина, спутник Ви и другие, которые пошли. Вот и все. Вот пандемия. Я думаю, что мы сейчас, вот беда в том, что мы только-только начинаем вставать на ноги. Только-только. Накопили резервы. Пошли через национальные проекты, 11 финансирования, по всем направлениям. Здравоохранение, образование, наука, все. По всем. У нас только науки нет в округе. На дорогу у нас сейчас 5 миллиардов, вот мы строим дорогу на Нарьенмар. По всем направлениям, по-моему, по прошлому году округ получил 8 миллиардов рублей. По 20-му году с федеральницей такого никогда не было. Такого никогда не было. То есть, деньги пошли, чтобы мы, чтобы и люди, достаток был, и заработная плата, и пенсия, и все. Потому что, мы чувствуем, что жить-то стали хуже. Да это все почувствовали. Ну, рады мы же встречаемся, общаемся, и видим, да и мы сами видим, у меня у жены 12 тысяч пенсия. Ну, ладно, у меня заработная плата высокая. У нее 12 тысяч. И у таких людей же миллионы. А как поднять пенсии? Как поднять заработные платы людям? Для этого нужна, чтобы экономика задышала. Потому что нам денег никто не даст. Никакой фонд международный денег нам не даст. Наоборот, подтолкнут нас к тому, чтобы мы развалились. А для этого нужна экономика, чтобы задышала. А экономика в 90-е годы развалена была напрочь. В войну такого не было. Развалена экономика с нуля, практически сейчас все поднимается. Вот это очень важно. Вот почему вот эти проекты нацелены на то, чтобы задышала экономика, чтобы появилось производство, причем высокотехнологичное производство, чтобы товар был востребован на международном уровне. Вот что важно, чтобы наука была высокотехнологичной. А для этого нужны деньги. Для этого нужны деньги. А деньги, может быть, много говорю, но эта тема очень важна. И это, как правило, люди задают вопрос. Как в семье? Вот в семье бюджет есть, там думаешь, как у нас папа с мамой шестеро сыновей планировали там велосипед купить. Копили на велосипед, чтобы купить велосипед. И то думали, что с укуропаткой будет ездить, дети куропатку ловили после школы. Или там сапоги, там что-то купить для семьи, да. Папа мотор там не мог купить эту топтушку шестисильную. Вот. То же самое и бюджет государства. Только на уровне федеральном, только там добавляется еще оборона. Семья оборону не планирует и прочее. И вот эти затраты, они планируются, считаются все до копейки. А где взять эти деньги, если экономика не работает? Вот что важно. Вот на что и президент ориентирует. И сейчас, когда он выступал, уже завершаю по... И на съезде партии, вот Единой России выступал, и с нами выступал. Главная задача, главная задача, это поднять доходы, доходы людей, доходы пенсий. Все это вот так вот. Много говорил, но этот вопрос тот, который сейчас людей беспокоит на самом деле. А что, как еще напутствовал президент? Какие были слова депутатам на путь на выступление президента? Значит, не бронзоветь. И я вот всегда, когда мне тоже журналисты задают вопросы, депутаты, исполнительная власть, самое страшное, это когда вот неравнодушный человек. Вот, наверное, самая плохая беда, и вот президент, чтобы мы не бронзовели, чтобы мы с людьми не только разговаривали, общались. Вот я вчера прием проводил, у меня сколько народу было. И с вопросами идут, которые можно решить на самом деле. Ладно, жилье приходит, большинство там, жилья нет, он показывает мне фотографии, что ему бы продвинуть, ему бы получить это жилье, но до него, он-то не знает, что до него был человек, который еще в худших условиях живет, чем он. Но есть те вопросы, которые можно решать. Вот он сказал, не бронзоветь, и он сказал, когда речь шла о компании, будущей, там, не врать, не врать, не врать людям, не давать обещаний, которые нереализуемы. Это самообман, который к добру не приведет. Вот это очень важно депутату любого уровня, не только депутату, исполнительной власти, чтобы людям помогать. Насколько это возможно? Иногда действительно, ведь не... Если бы все мог, то как? Чего? Вопросы очень непростые, на самом деле. Это очень непростые вопросы. Вам удается помочь? Много решенных вопросов за именно жителей Ненецкого округа. Многие решились. Вчера приходило, они просят, чтобы вертолет садился в верхней пёше. В верхней пёше, там нет самолетной площадки, людям ехать неудобно с пёшей. Я позвонил в аэропорт Терентьеву, Владимир Владимирович, он говорит, Сергей Николаевич, пишите обращение, на департамент напишите, на нас напишите, давайте мы посмотрим, и почему бы не сделать. Людям, ну это же просто, да? Другой вопрос, они задают, тоже не знаю, почему нельзя решить, для меня непонятно. Вот на Ан-2 там таскают вот эти женщины сумки по 20 килограмм, по 15. Её помогаешь, её поднять невозможно, они бедные тащат эти сумочки. Ну, неужели нельзя решить, чтобы эти сумки тоже сдавали, когда мы зарегистрировали, полетели в ОМУ, пёшу, в Шойну, да? Сумки сдал, и проблем не знает, а там самолеты, там их взяли. Ну вот они сами таскают, ну вот не получается этот вопрос решить. Не знаю, тут, видимо, какие-то затраты, немалые, видимо, затраты получаются, службы перевозок, это надо же увезти, привезти, загрузить, разгрузить, там уже не надо. то есть, конечно, не все вопросы решаются, конечно, не все вопросы решаются, но с людьми всё равно нужно говорить. Они, по крайней мере, хоть видят, что ты пытаешься что-то сделать им, помочь каким-то образом. И когда человеку объясняют, что у нас же разумные люди, они всё понимают, и когда им говоришь, рассказываешь, это всё, а когда ты замкнут, когда ты ничего людям не говоришь, а принимаешь решение, это, извините меня, неправильно, и не... Об этом и президент и говорит, об этом и говорит. Сергей Николаевич, наша программа подошла к концу. Уже? Да, очень. Время у нас ограничено немного. Я вас благодарю, что вы нашли время и пришли к нам. Вам напоминаю, что в гостях нашей студии был депутат Государственной Думы от Ненецкого автономного округа Сергей Коткин. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин